Добрый вечер. У эфира программа для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы будем делиться актуальной информацией по разных темах. Глядите в выпуске. Побудовать в приватный дом альбо квартиру с притягнением и льготного кредита стала больше складана. С чем это связано, а также какие альтернативные решения пропонуют улады. Ситуацию на жильевом рынке прокомментирует специалист. А вот работа на селе станет больше приватной. У Беларуси приняты меры по скороченней шаргии на поле общения жильевых умов. У чем выгода, разберемся разом с экспертом. На приконце выпуска поравнаем цены на продукты в новой гомельской краме «Радуга» и на Давыдовском рынке. А зараз до подрабязностей. 645 миллиардов кредитных сродков для обыдавництва жилья все лета отримала Гомельская область от Беларусьбанку. З их 85 миллиардов на индивидуальное обыдавництво. Остатние гроши на узвядение домов по дяжзаказе. Таким способом, до речи, в этом году побудуют коля 100 тысяч квадратных метров жилья. Новые домы з'явятся малю в каждом районе в области. Олежда, глядяши на великое, на перший погляд лечбы, объем кредитных сродков на 2016 год выделены значно меньше, чем летась – на 36%. У вынику скоротилася количество людей, которые все лета смогут скрыстаться льготным кредитом, как протягнуть будавництво властного дома. Тому Советом Министров было принято решение припынить уключение в спис для отримания льготных кредитов грамадян, які озбираются побудовать приватное жилье. Гэтая заборона тычется и шмадетных семьях. А кроме того, на 10 менш, чым и в 2015-м узвядуть поддерж заказей шмат поверховок. Первая проблема, что списки не утверждаются те граждан, которые уже выкупили проектно-сметную документацию, в которых уже имеются земельные участки, которые уже в свое время даже многие построили, как по указу положено, 15 и более процентов за счет собственных средств. Но в настоящее время есть запрет на утверждение списков, то есть на начало получения государственных денег. И вторая тема. Уже те, кто сегодня эти кредитные договора заключил с банком, в связи с тем, что у нас не хватает средств, ежемесячно эти деньги разбиты по очень маленькой сумме, 30 миллиардов рублей, а у нас нарабатывают по 120. Мы не можем сегодня эти деньги отдать застройщикам индивидуальным. И многоквартирные тоже дома не все оплачиваются. А там сегодня работают строители, которые должны получать заработную плату. Поэтому есть такая проблема. По Гомельской области у нас сегодня заключено кредитных договоров на индивидуальное жилищное строительство на 132 миллиарда рублей. А средства у нас есть 85. То есть нам недостают сегодня 50 миллиардов рублей для того, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами тех граждан, на которых уже списки утверждены и которые при заявке в Беларусьбанк имеют право уже на получение льготных кредитов. На строительно-монтажные работы, на закупку материалов для строительства индивидуального жилого дома. Поэтому вот принято такое не очень популярное для граждан решение в зависимости от того, что не хватает средств. Оленя, глядяши на складанные остановящиеся в этой голене, есть сподевание, что в наступном годе ситуация выправится, и кредитные сродки будут выделяться в необходимом объеме. Сегодня это временная мера, и мы будем надеяться на то, что, я думаю, не в этом году, наверное, а все-таки будем ждать следующего года. И мы вернемся к тому, что те граждане, которые имеют на это право, они продолжат строительство жилых домов с использованием государственной поддержки. Па курже специалисты пропануют иншие варианты набыття жилля. Утым лику – делу долевым быдавництвем. Якое, до речи, предугледживая и продаж квартир с минимальной надбавкой. Это как раз для тех, кто стоит на улику для поляпшения жилевых умов. Не варто забывать, что люди, которые набыли квартиру по не льготным кредитам, мают махчимость отримать финансовую допомогу державы у их упагашения. На ее можно различовать при народжении детей. 60 миллионов выделяется при заявлении первого и 122-го детятти. А кроме того, Беларусь иснует системы буддавничных сбережений. Об ее подробно можно доведаться в Беларусьбанку. И третий вариант – подать заяву на отримание арендной квартиры. Он может подойти как раз шмадетным семьям. Бо дае махчимость переводу такого жилля у стан социального. Это значит, арендную плату платить не треба. Подробно интервью с начальником управления жилевой политики Комитета по будовнествии архитектуры Гомельского Аблова Конкама Ядвигай Блатун Глядите завтра в программе «Новины тыдня» на отеле-канале «Беларусь 4» У 21-30 хвилин. У Беларуси приняты меры по змяншении тягучасти кадров в сельско-господарших организациях. А так само по знижению колькостю людей, Кие мают потребу у поляпшении жилевых умов. Отповедные нормы утрымливая указ номер 97. Сельгаз-организация при продаже своему работнику заселенного им жилля, побудованного с притягнением и льготного кредиту, переведена грамадянина долг. Работник сможет погашать его на протягу 40 годов под 1%. Умовы треба отпрацовать у этой организации 15 годов. При необходности будет будаваться новое жиле. А лезу ли камня просто экономичной ситуации, в первую очередь треба приводить у парадок ремонтовать и реконструировать побудованное ранее. В первую очередь прорабатывается вопрос уже существующего жилфонда. И в первую очередь мы нацелены на то, чтобы рассматривать вопросы повторного заселения того жилфонда, который существует в хозяйстве на сегодняшний день. В другой момент, может быть, в какой-то период времени оно не соответствует тем типовым нормам, как бы и нормам проживания. Для этого необходима соответствующая реконструкция и какие-то ремонты. Но в первую очередь берется за основу жилфонд существующий. Если есть необходимость строительства нового жилья, естественно, мы планируем эти объемы. Кредитные ресурсы выделяются не всем, только платежеспособным хозяйствам, которые могут в дальнейшем их обслуживать. Эти вновь получаемые кредиты. Поэтому определяется перечень, определяется перечень тех строений, которые будут возводиться в этих населенных пунктах. Как правило, это типовые проекты. Чекается, что реализация норм указа будет саденничать замоцованию кадров у сельско-господарших организаций термином не меньше к 15 годам. А так само сменчить закредитованность сельгаз-организаций и нагрузку на их по утрыманию и обслугованию жилевого фонду. А кроме того, указ позволит уличить интересы работников под час працы и после выхода на пенсию. А сейчас протягнем знакомство с ценами на продукты на Давыдовском рынке и в новой кроме «Радуга», что в 96-м микрорайоне Гомеля. Ходные заготовки повольно отходят на другой план. После зимы хочется свежей городнины. Каштуя она не танна. Лезь час от часу порадовать себе можно. Так огурки сейчас у кроме на рынку каштуются маля от нолького. У районе 40 тысяч. Незначно адрознивается и цена на помидоры. 32 тысячи на Давыдовском и амаль 34 у Радузе. Одна заголовных крыниц витамину С, так необходного зараз и дорослым, и детям, лимон. У кроме за опошний тыдень значно подтаннеу. И зараз каштуя амальяк на рынку. Килограмм 49 тысяч. У гэтым же корыстным рационе и часнок. Выгоднее его набыть на Давыдовском. Килограмм 85 тысяч. А лишь только городнины не насытятся. Куранья купим на рынку. А вот галенку, стягно и крылог этой птушки выгоднее у кране. Тут же тонейшая мойва. Цена на филе и тушку ментая, так само кальмары, больше низкая на рынку. Дальше у середнем па в области цены на харчовые товары у лютым у паравнани со студенем выросли незначна. Амаль на полтора проценты. У паравнани за отповедным месяцем минулого года приблизно на девять. На них харчовые товары статистика росту цен подобная. Крыху больше, чем на один процент у паравнани со студенем и амаль на девять с половой с леташним лютым. Больше за все выросли цены на послуги. Прыкладно на семь с половой процентов вышедшим у студене и больше на 22, чем у лютым 2015-го. На этом сегодняшний выпуск завершен. И с вами была Марина Северьянова. До встречи. Простый день. Редактор субтитров А.Семкин